Всем привет! С вами я, Биола, и добро пожаловать на мой канал. Друзья, Рубикон пройден, и сегодня у нас с вами 101-й шаг в ювелирном салоне Миримахану, который находится в столице Азербайджана, в нашем красавце Баку. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас всех за то, с каким энтузиазмом вы отнеслись к нашим нововведениям касаемо Инстаграма, касаемо того, что фотографии вышли в новом формате. Вам это понравилось, было очень много отзывов. Большое вам за них спасибо. Спасибо за то, что вы присоединились, и наша страничка с вами общая в Инстаграм, она разрастается. Я очень стараюсь, мы все очень стараемся, и здорово, что это находит отзыв, что идет обратная связь. Большое вам за это спасибо. Так, я решила ломать стереотипы уже до конца. Слава Богу, все в наших руках, поэтому я сегодня, как вы видите, отошла от своего адрес-кода. Ну и правила, в принципе, для того и существуют, чтобы их иногда нарушать. Настроение летнее, погода замечательная, хочется чего-то более свежего, Поэтому сегодня вот я в таком вот перед вами образе. Хочу сказать для тех, кто смотрит нас впервые, что мы не называем размеры колец, И это уже традиционно мы подгоняем их под ваш. Вот такой вот знак уважения, комплимент от Мегри Бан Ханум Вам, нашим покупателям. И, насколько я знаю, на просторах Ютьюба, так делаем только мы. Опять-таки, не поручусь, но, по крайней мере, та информация, которой я владею. Дальше. Дальше я хочу сказать, что выходит два ролика. Первый ролик, это где я примеряю выбранные украшения, чтобы вы видели, какого они размера, Так как на руках не всегда можно этот размер определить, чтобы вы видели, как они выглядят, когда их примеряешь. И вторая у нас часть марлезонского балета, скажем, это уже ролик с фотографиями. Вот. Вы мне просто говорите, какое украшение вам понравилось, И я вам даю эту дополнительную информацию, которая вам необходима. И в это также входит стоимость украшения. Мои контакты закреплены в комментариях, в инфобоксе под видео. И также я там закрепляю теперь уже ссылку на наш с вами инстаграм, поэтому подписывайтесь. Я думаю, что, ну, это здорово. Так, начнем. Начнем с того, что на мне, ну, это как обычно, на мне вот такие вот грузинские сережки. Приехали они со мной из Грузии. Кольцо мое Ваджра. Я его обожаю. Я покупала его в салоне. Это очень интересное кольцо. У меня ему посвящено целое видео. Здесь у меня вот такое вот израильское колечко. Мой обмен с Мариной из Ижевска. Марина, вам большой-большой привет. Это тоже грузинский товарищ. Здесь, в общем, я нахимичила множество браслетов и также часы. Мой обмен с Алифтиной. Алифтина, вам тоже огромный-огромный привет. Девочки, вам большое спасибо за наши с вами обмены. Еще раз я скажу. И давайте начнем. Начнем с того, что я сниму лишнее и покажу вам те украшения, которые я сегодня отобрала. Приготовьтесь. Украшения замечательные. Итак, первое, что хочу показать, это вот такой набор с агатом полосатиком, скажем так. Он идет в огранке. Огранка фасетная. Очень заметный, очень классный набор. Он, знаете, такой вне времени, вне сезона. Я бы его так назвала. Вот так он замечательно выглядит. И за счет граней обращать на себя внимание достаточно, я считаю. Я сначала хотела снять свой вот такой вот платок. Потом я решила, пусть будет с этой стороны. Я думаю, что он не будет нам мешать. Не знаю, хочется вольницы. Вот такое что-то. Еще раз покажу вам прекрасный комплект. И мы переходим к следующему. А следующий у нас набор с розовым кварцем, с камнем женственности, нежности. Розовый кварц не тонированный. И всегда, всегда он на экране выглядит бледнее, нежели чем в реальности. Вот у нас такие серьги с подвесной частью. Крупный набор. Заметный. И крутой. Я очень люблю серьги с подвесной частью. Мне они нравятся. И не только я одна. Дальше интересное решение. Здесь у нас, посмотрите, перламутр. Оникс и... Господи, это ракушка. Как она называется? Тоже перламутр. Перламутр... Все плохо. Секунду. Гелиотис, друзья. Гелиотис, тот же перламутр. Не-не-не, все, Решек, я вспомнила, Джан. Я вспомнила, все, ничего, балам. Все, 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 все. Да. Я вспомнила, просто забыла название Гелиотиса. Вот. Это тот же перламутр, но у него есть такое вот название. Ну... Поэтому будем называть вещи своими именами. Итак, перламутр, Оникс и Гелиотис. Очень здорово все это между собой сочетается. И следующим образом это выглядит. Вот. Классный набор. Посмотрите, у него такое же крупное околеечко. Очень интересное. Так. Вот такое кольцо. И, я думаю, излишне говорить, что набор этот практически невесомый. Он очень легкий. Так как, ну, перламутр, соответственно, и Гелиотис, они ничего не весят. И очень тонкий спил у Оникса. И его здесь не так много. Поэтому совершенно спокойно можно носить это, ну, сколько душа пожелает. И вреда вашему ушку он не принесет. Следующий набор чуть тяжелее. Но, опять-таки, можно его носить. Ей очень нравится этот набор с хризалитами. Он вот такой в этническом стиле. Что-то такое в нем самобытное присутствует. Я, честно говоря, удивляюсь, почему до сих пор этот набор не ушел. Потому что он интересный. У него интересная форма. Интересное содержимое. Достойнейшее украшение. Вот так вот он выглядит у нас. Кольцо. Вот. Здесь нет родия. Это чистое серебро без покрытия. И хризалиты. И я на цыпочках. Красиво. Очень красиво. Мне очень нравится. Дальше. Не знаю, что крашивать. Серьезно. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая красота. Сейчас я надену. Здесь вот фианиты у нас внизу. Сейчас я надену, и вы увидите, как... А, забыла. Вернее, чуть не забыла. Посмотрите, как здесь хорошо занижен штифт. И девочки, у кого либо низкий прокол, либо, вернее, неправильный, низкий, неправильный или растянутый прокол, это, конечно, замечательный выход. Вот видите? Видите, такая сразу игривость появляется в образе. Мне очень это импонирует. Здесь уже есть родировка. Посмотрите, какая красота. Ммм, чудо. Даже вот я сейчас в джинсах и с джинсами, мне кажется, прекрасно смотрится. Если оттенок платка только поменять, другой, да? Хотя здесь синий тоже есть. Ну, такое, в общем. Здесь можно с платком, конечно, поиграть. Можно его вообще лучше снять, потому что серьги... Ну, лучше, да, снять. Потому что серьги, они такие очень... Классные. Крутые. Действительно крутые. Хороший у него недлинный штифт. Ну, нравится. Нравятся мне такие вещи. Миниатюрный набор у нас будет. Самиетистом. Но, несмотря на то, что он такой некрупный, за счет граней он достаточно гордо о себе заявляет. Такой блеск у камней. Вот, видите? Он не теряется. И, конечно же, этот комплект можно носить, ну, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Даже издалека, посмотрите, как он играет, да? Его видно. Очень крутой комплект с аметистами. Следом у нас яшма. Вот такая красота. Я не буду ничего больше говорить про то, что я думаю, как природа относится к яшме. Я об этом уже говорила и остаюсь при своем мнении. Вернее, я в этом убеждаюсь и убеждаюсь и убеждаюсь. Посмотрите, какое чудо. Как будто два дерева или листья осенние. Ну, фантазировать можно. Полет для фантазии здесь, конечно, достаточно широкий. Вот кольцо. Хорошо отполированные камни. Очень приятные. Он, знаете, он такой земной, что ли. Вот он не то, чтобы к земле тебя там тянет. Нет, но он вот такой вот, именно какой-то земной, такой родной. Вот, ну, не знаю, вот ощущение такое. Вот по ощущениям у меня как? Есть теплые камни. Ну, я думаю, как и у всех. Есть более прохладные какие-то. Есть такие, знаете, камни, к ним не подступишься, да? Есть какие-то магические, те же адуляры, те же лабрадоры. Они какие-то вообще волшебные, не от мира сего. А есть вот такие камни, которые просто вот, ну, родное. У меня такие ощущения. Следующий у нас набор, это будет лазурит. Я вам в прошлом видео обещала показать лазурит. И есть к нему одно такое колье. Все-таки я сниму свой платок. Так, чтобы он нам не мешал продемонстрировать вам это колье. Посмотрите, вот такой набор с лазуритом. Лазурит идет в огранке. Вот такая красота. Очень мне нравится обрамление камня, очень. Давайте я надену. Вот, жесткая такая застежка. Посмотрите, как хорошо садится сережка. И сейчас я вам покажу к нему вот такое ожерелье. Это из прошлой серии, то, что я вам показывала, с кораллами и с бирюзой. И есть вот одно такое, единственное, с лазуритом. Здесь вот такая фурнитура. Она идет в чернении. Она темная. Вот. Все это серебро, естественно. Застежка у нее, у него, у этого ожерелья. Да что ж. Вот, крючок. Давайте сейчас я надену. И мы посмотрим, как это вместе все между собой подружится. Я думаю, это будет замечательная история. Посмотрите. Посмотрите, как круто это выглядит. И, безусловно, кольцо. Вот. А теперь представьте картину. Допустим, да, вот я в белой сорочке, на мне синие джинсы. Они не темно-синие. Мой самый любимый цвет. Нечто среднее между голубыми и синими. Я очень люблю этот оттенок. И посмотрите, как вот, можете, да, визуально представить, как это все. Вместе. Сюда еще пару цепочек подлиннее добавить. И вообще будет огонь. Мне очень нравится, как это вместе выглядит. Ну, я бы такое носила. С удовольствием. Ну, классно. Такой вот именно шик. Нет. Как это называется? Кэжуал шик. Если можно так выразиться. Ну, не знаю. Мне очень нравится. Дальше у нас два комплекта. И здесь, конечно, более серьезные товарищи. Это у нас мульти-сапфиры. Посмотрите, какая красота. Впереди у нас вот такой вот синий неочищенный сапфир в обрамлении двух дорожек из желтых сапфиров. Бесподобное украшение. Оно крупное. Проверила, нет. Штифт не занижен. Это украшение, конечно, безусловно, статусное. Оно более такое, что на любое торжество, на любое его можно надеть. Я не скажу, вернее, я не имею в виду, что это статусное, остальные какие-то там, типа, такие дурацкие. Нет, конечно же, нет. Просто за счет камней оно требует, конечно, ну, немного к себе такого обращения более... Более серьезного, более уважительного, что ли. Не знаю. Ну, по крайней мере, я на каждый день, хотя я могу надеть все что угодно, да, мне все равно, да, у меня такое настроение захотела надела. Но, не знаю, надела бы я такой комплект на каждый день, скорее, нет. Это какое-то здесь видится красивое платье, там, либо какая-то нарядная блузка. Вот так, у меня такие ассоциации. Но бесподобный просто набор. Посмотрите, какие здесь камни. Посмотрите, какие сапфиры. Это красиво. У меня же голос так. Следующий у нас набор. Сайзит. Любовь, любовь. Посмотрите, какой он большой. Посмотрите, какая здесь игра, краса, какое сочетание. Здесь сапфир. Ну, да. Сапфир присутствует. Так, ну, да, правильно, все, что-то я это... И сапфир, арубин. Я же говорю, что-то у меня не то. Вот, ну, не вяжется у меня как-то. Сайзит сапфиром. Сапфир, сапфир. Вот такой вот сайзит с рубином. Левое, правое есть у серьги. Можно надеть на эту сторону, либо на эту сторону, как ваша душа пожелает. И, безусловно, кольцо. Посмотрите, какое здесь кольцо. Моя любимая огранка. Так, вверх. Вот так это кольцо смотрится. А вот этот набор совершенно спокойно я, например, могла бы носить на каждый день. Абсолютно. Естественно, оно достойно того, это украшение, чтобы его надеть на какое-то торжество. Но и на каждый день его можно носить вообще без проблем, я считаю. Такой цайзит с рубинами. Это очень красиво. Так, закончили мы с наборами. Давайте я покажу вам браслеты. Не знаю, вот так вот. Посмотрите, какая змея. Здесь у нас оникс. Да, это не шпинель. Это оникс и фианиты. Вот такая застежка. Здесь идет еще страховочная петля. Хорошо он застегивается. И давайте я его сейчас надену. И посмотрим, как он будет выглядеть на запястье. Посмотрите, какая роскошь. Вот такая вот роскошная, роскошная змея может поселиться на вашем запястье. Вы знаете, я всегда говорю, что я не люблю всякие украшения с животными, с насекомыми и так далее. Но я как-то говорила уже, что змеи мне очень нравятся. Очень. У меня моряшка змея. Вообще, для меня это мудрость. Мне нравятся змеи. Безусловно, я в восторге от этого браслета. Совершенно бесподобного. Так. Вот так вот. И вот так. Это умопомрачительно. Давайте покажу вам поближе. Вот такая красотка. С глазками. Видите, какая. Следующий браслет у нас будет с моим любимым, прелюбимым тоже кониксом. Вот не знаю. Вот такой браслет. Здесь у нас застежка идет тоггл. Оникс идет в моей любимой огранке. И серебро. Вот такой вот. Крупный, не мелкий, очень заметный. Он хорошо будет смотреться и автономно. И также его можно с чем-то компоновать. Я это вижу. Опять-таки, здесь, конечно же, дело вкуса. Я никого ни к чему не призываю. Я не ставлю штампы на тех, кто носит... Не носит, вернее, украшения так, как я. Потому что некоторые этим грешат. И это для меня странно. Я считаю, что каждый волен выбирать так, как он хочет, так, как ему видится, так, как ему комфортно, так, как ему красиво. Все. Остальных это вообще не касается никоим образом. Так что вот такой браслет. Так, дальше. Дальше покажу вам серьги. Нет, покажу серьги в конце. Покажу вам кольца. Итак, друзья. Кольцо, которое мне хочется показать первым. Вот такое. Очень высокая посадка. Тоже такое все ажурное. И здесь у нас аметист. Вот такой перстень. Посмотрите, какой у него каст. Роскошный совершенно. И вот такой крупный перстень с аметистом. Аметист здесь идет... Африканский, скорее всего. Насыщенный у него очень оттенок. Очень классный. Вот на просвет. Ну, как мне показать. Он не такой темный, как вот на камере. Не такой темный. Крутой. Крутой кабошон. Изнутри он открыт. И вот так это выглядит кольцо. Ну, перстень. Следующее кольцо это лабрадор. Необработанный лабрадор. Хочу показать вам его синеву. Он совершенно сумасшедший. По качеству я постараюсь как-то пойму. Вот, вот, посмотрите, что творится. Вот, давайте вот так тело. Посмотрите, какой лабрадор. Видите? Безумный, 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 безумный. В форме маркиз. Камень у нас. Тоже очень высокий. И вот так он выглядит. Интересное кольцо. Оно равнодушным точно не оставит ни вас, ни окружающих. На него все будут обращать внимание. Это однозначно. Такое нечто дикое, нечто первозданное и классное. Следующее кольцо у нас будет с халцидоном. Полюбуйтесь, пожалуйста. Вот такая удлиненная форма, которая замечательно смотрится на пальцах. Тоже зрительно их удлиняет. Нечто, нечто, нечто отдаленно похожее на наши фирменные кольца. Вот такое с халцидоном кольцо. Осталось у нас два кольца. Одно из них с жемчугом. Вот такая оборочная жемчужина. Достаточно крупная. Посмотрите, как она выглядит издалека. Она заметная, она не мелкая. И идет здесь вот такая выкладка природным кораллом. Как мне вам это показать? Давайте я сниму. У него, посмотрите, какой ажурный каст. Я так люблю такие вещи. Мне нравятся очень. Вот. По всему периметру. Вот так оно выложено кораллом. И когда вы это кольцо надеваете, оно смотрится как и сверху, так и сбоку. Очень интересно. Крутое кольцо. И еще одно крутое-прикрутое. Вообще, ну, восторг полный. Бирюза и кораллы. Посмотрите, какой здесь свиток бирюзовый. Это, кстати, тоже бирюза желтая. Здесь идет коралл. Ажурная, чеканная у него идет шинка. И вот тут такая милота. Просто милота. Вот я надела кольцо. Посмотрите, какое оно большое. Ну, это определенный стиль, который я обожаю. И вот. Вот она, сладуха тут у нас. Это просто приятно. Ты смотришь, он у тебя смотрит такой вот коралл. И дарит свою яркую такую сущность. Не знаю. Мне очень нравится. Посмотрите, какая шикарная просто работа. Шикарнейшая. Напомню, бирюза, бирюза, коралл, коралл. Здесь с размером, конечно, не знаю, как будет. Поэтому размер уточняйте. И последнее на сегодня украшение. Это серьги. Вот такие серьги. Вот такая серебряная сетка. И на ней шарики. Шарики. Давайте мы наденем и посмотрим. Здесь штифт чуточку совсем занижен. Грамулечку. Но все равно это играет свою роль. Конечно, когда ты надеваешь украшение. Так. Ух ты. Для меня здесь, представляете, у меня достаточно высокий прокол. Ой. И для меня здесь он короткая. Короткая застежка. Моя мочка в ней не помещается до конца. Вот вторая пара. Давайте я надену. И классные серьги. Вот даже к моему образу сюда они вообще подходят. Потому что у меня есть тут шарики. Вот так вот. А чего бы нет, да? Хорошие живые серьги. Они создают определенное настроение. И вам. И тем, кто будет любоваться на вас в этих сережках. Что ж. На этом я буду с вами прощаться. Еще раз хочу вас всех поблагодарить. Вы у меня самые лучшие на свете. Я вас всех обожаю. Я желаю вам всем всего только самого доброго. Обязательно берегите себя. И берегите своих близких. А с вами была я, Виола. И мы еще обязательно увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok